Есть мнение, что этот вид спорта сложнее, чем шахматы. На то, чтобы проанализировать ситуацию, принять правильное решение меньше секунды. В выходные состоялось первенство Иванской области по настольному теннису среди юниоров. Сразиться за первое место приехали спортсмены из Иваново, Шуи, Лежного. Идет контакт через ракетку, а не непосредственно с мячом. Здесь мяч летит с 1 десятой доли секунды в момент розыгрыша. И надо много учесть вращение, откуда мяч летит, в какую зону, в какое вращение, нижнее, боковое, смешанное. Поэтому он очень сложный вид спорта. По итогам соревнований будет собрана команда Ивановской области, которая отправится на первенство ЦФО. Путевку эту получила Влада Куранова. Девушка не расстается с ракеткой уже три года. Сегодня играла очень хорошо. Все боролись, играли. Кто насколько наиграл. Как тренируется, так и играет. Соревнования проходят в частном зале на улице Парижской коммуны. Это единственный стационарный зал в областном центре. Но из-за проблем собственника помещения и от него скоро придется отказаться. Константин Ческов тренируется здесь каждую неделю. Не представляет, как сможет прожить без любимого дела. Занимаюсь я три года. Это является частью моей жизни, наверное. Занимаюсь каждую неделю раза по три-четыре. Но не могу представить жизнь без этого. Мне это очень нравится. Можно арендовать зал для настольного тенниса в Энерго- или Химуниверситете. Но там очень дорого. И таких печальных историй о недофинансировании и невозможности развиваться у разных федераций масса. Правда, у спортсменов принято говорить о победах и достижениях. А вот то, какой ценой они достались, оставлять за кадром. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.